Для детей учеба в школе это такая же работа, как и для взрослых, и они имеют такое же право на отдых, как и взрослые граждане Российской Федерации. С таких слов начинается текст петиции об отмене учебы в субботу в средних школах регионов Крайнего Севера, которую на известном сайте Change.org создала жительница Мурманска Анна Ковалевская. Женщины волнует сильная загруженность школьников не только в будние дни, но и в выходные. Сторонники этой идеи нашлись по всей стране, в том числе и в Ярселе. Возможен ли сегодня переход на пятидневку в ямальском образовании, разбиралась Дарья Зимина. Лиля Чехмар учится в шестом классе Ямальской школы-интерната. В будние дни девочка пропадает в школьных стенах до семи часов вечера. В расписании ученицы каждый день стоит по шесть уроков. По субботам Лилю и ее одноклассников ждут еще три занятия, каждой длительностью в один академический час. И это не считая различных кружков и учебы в музыкальной школе, но и выполнение домашней работы никто не отменял. Ну я прихожу со школы вообще. У меня, конечно, есть усталость за то, что после шести уроков еще во вторую смену, потому что утром всякие кружки. И после этих кружков надо сразу идти в школу. После этого, конечно, устаешь. И на уроки как-то даже, ну уроки просто не хочется даже делать, потому что нет сил. Споры в интернет-сети о том, что школьникам-северянам необходима пятидневная учебная неделя, разгорелись около месяца назад. Мурманчанка Анна Ковалевская, автор петиции, привела несколько неопровержимых фактов в защиту пятидневки на севере. Суровые погодные условия, нехватка витаминов, хроническая усталость, отсутствие полноценного отдыха в выходные дни как у детей, так и у родителей. Сервер Чахмар, отец Лили, первый в Ямальском районе подписал мурманскую петицию и попросил своих земляков о поддержке. Я считаю, что все-таки на самом деле пятидневка нужна не только в районе крайней севера, а вообще по всей России. Примеры Москва, примеры многие регионы, которые уже перешли. Дети устают на самом деле учиться шесть дней в неделю. И плюс ко всему прочему, когда дети учатся в две смены, вот мой ребенок, он очень устает, потому что с утра он уходит в музыкальную школу, потом уходит на кружковые занятия. В итоге она приходит домой в семь часов вечера, садится делать уроки. Уроки заканчиваем мы делать в десять вечера. Очень тяжело. И поэтому хочется, чтобы хотя бы с субботу, воскресенье ребенок мог спокойно поспать, отдохнуть. Сегодня большинство школ Ямальского района работает по скользящему расписанию и часто в одну смену. Во всех учреждениях среднего образования действует шестидневка, кроме Салимала. Там удалось вместить учебный процесс в пять дней. Правда, пока только для учеников первых девятых классов. Десятиклассники и одиннадцатиклассники продолжают обучаться шесть дней в неделю. Этот эксперимент длится сентября 2017 года и проходит в пилотном режиме. Но уже весной, как обещает руководство школы, будут видны результаты. В Ямальской школе-интернате сегодня необходимые знания получают около полутора тысяч детей, хотя проектная мощность образовательного учреждения всего 800 человек. Ребята учатся в две смены только потому, что в одну на всех просто не хватит аудитории. По словам Александра Алисеевича, директора Ямальской школы-интерната, ввести пятидневку для ярсалинских школьников пока не удастся. И на это есть несколько причин. Мы не просто школа на севере, а школа-интернат. И поэтому, если даже перейти к пятидневке, то необходимо увеличение штатного расписания воспитателей. Потому что в субботу, скажем, те дети, которые живут в поселке, семьями, они находятся в субботу дома с родителями. А дети интерната, они должны весь день тогда находиться в интернате. Увеличение уроков в день произойдет. Если это было четыре или пять уроков, значит будет шесть и семь. Соответственно, нагрузка на детей тоже увеличится. Этот идеальный вариант возможен при, например, сдаче второй школы. Когда мы перейдем в одну смену, тогда у нас есть возможность лавирования этих внеурочных занятий. На данный момент петиция, адресованная президенту России, правительству и Роспотребнадзору, собрала уже более 70 тысяч колоссов. Однако, несмотря на юридическую силу коллективного прошения, в случае неудачи у родителей есть и другие решения, волнующие их проблемы. В Якутии дети учатся тоже пятидневку, но с первого по восьмой класс. То есть с первого по восьмой мы ходим с понедельника по пятницу, а уже девятый, десятый, одиннадцатый класс, поскольку подготовка к государственной итоговой аттестации, там уже, конечно, дети учатся и субботу. Пока организаторы идеи продолжают собирать подписи за отмену учебы по субботам для жителей Крайнего Севера, ярсалинским родителям, руководству школы предстоит еще долго искать равновесие между кропотливым процессом школьных занятий и полноценным отдыхом в кругу семьи. В чью пользу решится этот краеугольный для северян вопрос покажет время. Дарья Зимина, Владимир Беленко, Ямальское телевидение, Ярселе.